друзья всем доброго дня и мы с вами продолжаем разбирать мою косметику и это уже второй ящик и он очень очень интересный так ну что давайте с вами пойдем дальше здесь в этой коробочке у меня уже идут консилеры базы под тени точилка и тут даже сыворотка затерялась давайте все это разберем так коробку от сыворотки нужно выбрать она мне нужна первое давайте что посмотрим эта база под тени от стеллари абсолютно не мой продукт не понравилось прямо на сто процентов не понравилось тени не держит у меня кожа век комбинированная как и лица в принципе комбинированных к жирности и в связи с этим не очень легко проверить качество базы под тени потому что базы вот такого плохого качества они конечно же прям сразу дают о себе знать не стоит не покупайте если у вас без проблем на кожи век то конечно же можно попробовать если она у вас такая же как у меня и тени на вас постоянно скатываются тогда я вам не советую пробовать это пустая трата денег хоть она и бюджетно но все-таки она не стоит вашего внимания далее у меня здесь есть консилер от мебелин это и рейзер instant anti-age eraser в оттенке по моему 0 1 light очень его люблю повторяю это уже мой второй либо третий консилер именно такой не помню даже сбилась со счета но мне очень нравится меня не смущает что здесь вот такая вот пампушка которая возможно копит какие-то бактерии на себе имеет и не смущает моим консилером пользуюсь только я и ну в целом я на это внимание не обращаю но качество него замечательно он не западает в поры он не западает морщинки а некоторые консилеры все-таки этим грешат именно морщинки под глазками и но безумно люблю кожу не пересушивает и буду его повторять вновь и вновь дальше у меня здесь вот такой консилер от l'oreal perfect match третьем оттенке крем и он уже закончился до совсем ничего не осталось но тоже я помню что мне довольно таки хорошо подходил во первых по цвету во вторых он тоже довольно увлажняющий все-таки для себя сделал выводы что консилеры именно под глазки должны все-таки иметь какие-то ухаживающие компоненты увлажняющие компоненты в своем составе иначе эти консилеры будут просто безбожно сушить его вашу зону под глазами и это будет визуально сильно заметно данный консилер конечно же я выбрасываю потому что у меня кончился в случае если я его найду где-то по скидке я конечно же его тоже приобрету следующий у меня здесь есть catrice liquid камуфляж тоже довольно известный кстати консилер покупала именно его по отзывам потому что всем всем он очень нравился вот такой оттеночек кстати это оттенок 10 порселей и здесь по-моему уже довольно мало осталось хотя в принципе есть наверное еще немножко я его подержу я его добью до конца и потом уже выброшу следующий vivienne sabo вообще не поняла этот продукт то тоже мне посоветовали кстати в магазине магнит косметик я его покупала оттенок 0 2 но он очень сильно начал со временем окисляться и стал довольно темным он с таким явным желтоватым оттенком даже на камере это видно не знаю пока оставлю продукт здесь есть все-таки надо его попробовать подобивать может быть он хорошо будет прыщики перекрывать в общем посмотрим но под глазками мне не понравился как он смотрится он хотя и такой довольно плотный на первый взгляд но не очень хорошо перекрывает дальше у меня есть стеллари корректор стик это корректирующий стик в оттенке 0 2 нежный персик довольно неплохой продукт изначально думала что будет кожу под глазами сушить но в принципе по моему не скажу что сильно как-то этой проблемой он страдает но и не произвел наверное какого-то особого впечатления что ли не знаю рука к нему пока не тянется в любом случае он у меня остается но нужно будет еще с ним поработать посмотреть нужно мне в итоге или нет далее следующее это у меня эйвант какой-то совсем совсем по моему древненький консилер в оттенке ф наверное здесь уже ничего не осталось ну остаться в итоге осталось но он же очень сильно окислился посмотрите он практически оранжевый не сильно конечно камера передает но он в реальности практически оранжевого цвета поэтому любом случае он у меня идет на выброс следующий у меня тоже продукт от эйвен это люкс и он по моему у меня до совсем закончился не знаю зачем я его держала мы будем выбрасывать далее еще один законченный продукт это max factor master touch в оттенке 306 ф довольно посредственный честно говоря не скажу что очень сильно понравился также не скажу что он чем-то мне совсем не понравился но единственное что по поводу него могу сказать то что он очень быстро заканчивается продукты здесь очень маленькое количество и у меня буквально по моему даже на месяц не захватила нет и он не просто закончится так что не советую потому что продукта очень мало даже наверное не совсем поймете как он работает а кстати у меня тут еще одна тушь оказывается осталось следующий продукт это эйван опять эйван и это консилер тире хайлайтер тоже была какая-то новинка по моему ну не то ли этого года то ли прошлого года я ее приобрела но по факту мне продукт не очень понравился потому что он действительно при распределении хотя вот так опять таки не видно но при распределении он имеет своем составе блестки которые становятся очень видны и если это на все под глаза то зона настолько сильно начинает светиться зона под глазками что это очень странно смотрится я не скажу что это некрасиво но это очень странно смотрится мне немножко продукт все таки в этом плане не подошел но продукт здесь в наличии есть посмотрим может быть я его буду использовать ну не знаю как тональную основу возможно да какие-то другие зоны наносить но под глазки он точно не подходит если в районе наверное скул им высвечивать вот эти зоны может быть но не под глазки так ну и что и требовалось доказать в прошлом видео я сказала что скорее всего мне будут попадаться в других ящиках какие-то продукты из категории которым разбирались с вами выше давайте я сразу сюда положу вот здесь у меня находятся все мои базы под макияж и сюда же идет вот эта база от риммель fix and perfect праймер довольно неплохая база она на силиконовой основе мне нравится я ее пользуюсь удовольствием так ну что идем с вами дальше дальше у меня здесь от essence вот такой консилер эссенс камуфляж кстати эссенс и катрис они в одинаковом названии ну ладно сейчас не об этом речи здесь консилер по моему совсем совсем кончился да практически нет но консилер очень хороший был очень такой плотненький хорошо прикрывал покраснение темные круги и возможно я буду повторять по моему сейчас немножко в другом виде выходит немножко у него футлярчик сменился надо будет посмотреть приобрести но консилер мне понравился далее есть вот такой консилер от и фраше моя недавняя покупочка летняя покупочка и единственное что я с чем не угадала вернее да оставлю его на летость он сейчас мне очень темный я его покупала в тот момент когда я была очень очень загорелая и он не просто замечательно подходил но сейчас он все-таки слишком темным пятном смотрится на моей коже поэтому я его естественно не выбрасываю я его оставляю но но пользоваться буду им исключительно в летнее время когда под загорю следующий опять продукт от even even true power stay 18 часов консилер и не помню даже здесь что-то есть или нет потому что нету дочь периодически что-то начинает подтаскивать нет продукт совсем совсем кончился даже не помню даже не знаю что о нем сказать я им сама не пользовался на меня не произвел никакого впечатления поэтому мне просто лежал и потом не его забрала дочка следующий продукт это nix hg studio очень хороший консилер очень мне нравился тоже уже закончился да по моему совсем тут ничего не осталось даже не могу вам показать какой был оттенок кстати это оттенок был вот такой безумно мне нравился данный консилер я его в любом случае буду повторять опять-таки на скидках я не вижу смысла если у меня есть наличие консилера покупать что-то без скидок то есть мне вполне возможно вполне реально мне дождаться каких-то скидок и уже на скидках его купить дальше есть какой-то совсем такой наверное старенький тоже от эйвен эйвен кала тренд консилер но он тоже очень сильно окислился и тут уже какая-то водичка вытекает я думаю он совсем совсем испортился мы его просто сейчас будем выбрасывать следующий продукт который у меня здесь есть это мэбелин супер стей беджа скин в ноль втором оттенки light clay и вы знаете насколько я помню мне данный продукт не очень понравился в виде консилера но мне безумно подходил в виде корректора очень удачно перекрывал все покраснения какие-то прыщики воспаления и я прям очень его любила поэтому если я его буду повторно приобретать то скорее всего именно с этой же целью чтобы перекрывать какие-то несовершенства кожи потому что он с ними справлялся просто превосходно так еще остался карандашик от эйвен это си си карандаш си си консилер он по моему очень такой белый и я даже не помню я его помню когда и не пользовалась им попробовала мне не очень понравилось пока лежит возможно для чего-то пригодится но не пользуюсь и здесь у меня осталась точилка дальше сюда попал карандаш сейчас мы его сюда закинем и еще одно средство которое я безумно люблю она мне очень очень понравилось это средство от the balm это put a lid on it это праймер для глаз который прекрасно держит тени до самого вечера просто сногсшибательный продукт обязательно посмотрите если у вас такая же проблема на коже век она жирная склонна к жирности и тени все у вас скатываются сворачивается то она вам точно поможет она у меня не закончилась осталось буквально чуть-чуть чуть-чуть на донышке но ее пока не выбрасываю буду использовать ее каких-то особых случаях и еще вот со стола взяла вот такой продукт он тоже относится к праймеру для глаз для теней для век это essence you betty walk очень мне понравилось кстати это целая линейка насколько я поняла у меня была такая тушь которая выбросила you betty walk и вот такая получается основа под тени и вот данном случае мне действительно качество поразило могу даже сказать что в принципе держатся тени практически одинаково единственное что разница в цене конечно все таки есть данное средство стоит порядка около 1000 рублей по-моему 800 с чем-то и со скидкой брала это же средство стоит 300 рублей со скидкой наверно можно взять еще и дешевле рублей за 200 но работает они практически одинаково поэтому обязательно присмотритесь не стоит я думаю тратить своих денег если вам не принципиально какой основы пользоваться то можно купить essence хотя мне честно говоря очень тоже понравилось и заболем так ну что смотрим как у меня сильно поредели мои консилеры вот вот эти все консилеры я выбрасывают довольно неплохой улов я считаю